Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это свежий выпуск новостей из мира IsleEvrim. Давно не было новостей из мира Evrim, а тем временем их накопилось уже предостаточно, чтобы вам о них рассказать. Итак, начнем. И начнем мы, наверное, с анимации ухаживания. Давайте для начала посмотрим тот самый тизер, а потом уже его начнем разбирать. Мы знаем с вами все об обновлении номер 5. Система гнездования. Но с данным тизером мы узнали с вами то, что теперь в будущем вам, скорее всего, не просто будет выбрать самку любого динозавра и приступить к гнездованию. Для начала вам нужно будет найти партнера Пола Самец. Чтобы в дальнейшем отложить яйца, посмотрите еще раз внимательно, как работает анимация ухаживания у самца и у самки Юта Раптора. Самец как бы флиртует с самкой, и самка отвечает ему, протягивая передние лапы. Думаю, что для данной анимации в игре добавят по дополнительной кнопке на клавиатуре для той самой анимации ухаживания. Пока не ясно, как будет работать все остальное, я имею ввиду, если самец или самка будут согласны к спариванию. Возможно, приняв зов, вы окажетесь в каком-то определенном патте или будете отдельно выделены от группы, для того, чтобы понимать, что вы пара и образуете новое потомство. Лично для меня это мега-крутая анимация, и это обновление станет бомбезным. Но что я точно знаю наперед, это то, что при введении данной механики вам будут выдаваться определенные плюшки в виде бафа. Это, как знаете, в Бис оф Бермуда. Хороший родитель вроде. А игрок, попавший в яйцо, возможно, также получит хорошие будущие диеты и будет получать бафы. На этом, наверное, мы с вами остановимся. Люди в Рима в новом году. Да, разработчики вовсю тестят людей уже на тестовые ветки Quality Assurounds, и многие их даже уже видали в игре. Поначалу могло показаться, что люди имеют очень большую скорость, кривую анимацию, но вот тут уже явно видно, что разработчики не тратят время впустую. Человек имеет стандартную скорость, умеет приседать, анимация стала более-менее ровная. К сожалению, люди до своего полноценного выхода в игру будут без оружия, потому что после четвертого обновления запустят тесты также отдельной Quality Assurounds, где все игроки смогут тестить людей. Можете судить сами. Вот вам ответ Панча на мой вопрос. Перевожу дословно. Панч, приветствую. Скажи, пожалуйста, сможем ли мы в будущем потестить людей, и выйдут ли они после четвертого обновления? Ответ Панча. После четвертого обновления мы запускаем тесты с людьми. Ну что же, остается только ждать. Насколько мы знаем еще, что разработчики задерживаются с выпуском четвертого обновления уже два месяца. Люди, по моему мнению, будут доступны уже в январе, если, конечно, не случится чудо. Немного о новой анимации атаки Юта Раптора. Насколько мы знаем, что в игре присутствует знаменитый наскок Юты в лицо противника, и может нанести хороший урон. Здесь можно увидеть более проработанную модель анимации, как нападающий вгрызается в тело противника. Летят капли крови, а поверженная Юта также пытается прокусить противника, и пару раз у нее это удается. Она кусает первого в шею. Это тоже очень интересно. Наверное, теперь при такой лобовой атаке мы сможем дать хоть и низкий, но маленький отпор. Новые модели построек человека. Насколько точно могу сказать, это строение порта. Кстати, кто-то меня спрашивал в комментариях и на стримах, а где будут спавниться те самые люди. Вероятнее всего, рядом с портом, либо уже с постройками всем известным на карте. Дамба, маяк, небольшое здание на севере карты. Ну а теперь по многим просьбам подписчиков, давайте разберем компсогнатов. Которые в игре встречаются как просто стоячие боты, либо бегающие. К сожалению, последних я еще не встречал. Итак, вопрос, связанный непосредственно. Будут ли они игровыми? Компсогнаты в игре будут игровыми, но только скорее всего на сэндбоксах. Либо их можно будет приобрести на сайтах владельцев игровых серверов. За донат. Знаете, как в Легасе, динозавры из прогрессии. Ну а в основном, в своем роде, это будет очень умный, развитый, искусственный интеллект в игре. Бот с огромным левелом выживания. Разберем последний концепт от разработчиков и попытаемся открыть занавес секретов. Итак, первое. Обратите внимание, с таяком сагнатов, прячущихся в дупле какого-то дерева, возможно, здесь показано их место обитания, либо место их спавна. Поэтому в будущем, проходя в густом лесу из Ласпира, на каком-нибудь хэтче оборачиваться придется еще и на деревья, либо небольшие разломы в камнях, дабы на вас не напала стайка голодных комбиков. Второе. Комби охотятся на каких-то непонятных насекомых. Явно разработчик дает понять, что в будущем Эврима будет более оживленной. В окружение добавится новая, так сказать, фауна. Нас ждет не просто звуковая анимация различных голосов птиц и насекомых, присутствующих на данный момент в Эвриме, а явно новые различные виды животных. Даже судя по этому скрину, где Комби охотится на маленькую ящерицу. Третье. Гнездование. Это, конечно, крутая система Вайл, но в дальнейшем нам придется следить за своим гнездом. Ведь комсогнаты смогут с легкостью воровать и есть наши яйца. Согласитесь, круто. Это оживит мир Эврима. Четвертое. Да, как я и говорил, хэтчикам теперь будет нелегко. Мы видим, как стая Комби набросилась на гипсилофодона. Да, Комби будут нападать только на динозавров маленького роста. И, что более интересно, отогнать такую Комбашку будет нелегко. Пятое. Комби доедают каркас. Кости от мертвого динозавра. Уже давно всем известно, но может для кого-то это будет новым, комсогнаты будут появляться там, где будут оставаться трупы недоеденных динозавров. Своего рода это будут уборщики гнилой или недоеденных трупов животных. Шестое. Ну и, наверное, самое интересное. Комсогнаты ковыряют кусочки недоеденной пищи в зубах динозавра. Играют в стоматолога. Угу. Своего рода это будет дополнительная оживленная анимация в игру. Ведь мы знаем, что в реальной жизни так делают птицы, когда какой-нибудь нильский крокодил после сытого обеда греется на песке на солнце. Ну, я бы даже играя за комсогната не сделал бы это. И не стал бы рисковать. А играя за динозуха с удовольствием приму после сытного обеда в свой желудок еще пару компя. Да, друзья, осталось еще много интересных вопросов по Иврима. Но все это уже будет в следующем выпуске новостей. Следите за каналом, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. И всем приятного выживания в мире Айл-Эврима. Пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»